Все документы мне представлены, которые я просил, для сравнения. Это абсолютно показательные такие графики. Они о многом говорят. Я доволен тем, что наш прогноз о том, что мы практически свели к минимуму ОРВИ, это сезонные все заболевания, они уже у нас внизу. Они пошли на спад. Да, врачи и Минздрав еще раньше мне из опыта доложили о том, что на спаде ОРВИ дают хвост пневмонии. То есть пневмонии во время падения ОРВИ всегда увеличились. Я это вижу по графику, в том числе и в этом году. Но, что показательно, последние три дня, вот я по Витебску бедного этого Шерстнева каждый утром допрашиваю, он уже, наверное, не спит. Вот у него добавлялась пневмония. Сейчас в два с половиной раза снизилась, и уже вот третьи сутки у него держится внизу. И это наша северная Витебская область. То же самое по Минску. Хорошая тенденция. Но успокаиваться нельзя, я о пневмониях говорю. Потому что погода, видите, какая стоит, то холодно, то ветрено. Поэтому, еще раз повторяю, нам бы удержаться на этом уровне. Я говорил, что эта неделя до Пасхи, она будет такая информативная, она будет показательной для всей страны. Нам надо эту неделю напрячься во что бы то ни стало, не потому что у нас катастрофа. Слава Богу, у нас ее нет. У нас нет лавинообразного нарастания болезней. И это благодаря врачам и людям. Молодцы люди. Ничего не запрещали. Ничего. Но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещали. Никаких карантинов. Ничего не вводили. Сейчас людей на улице праздношатающихся нет. То есть люди отреагировали. Люди это понимают. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать. Что мы и делаем.